Вы можете быть невиноватым, может создаться ситуация очень достаточно сложная на проезжей части и пострадает ребеночек. При резком торможении, вот в такой ситуации, мама, да, ваша, может ребеночка вашего придавить. Рейд детское кресло уже стал традицией. Не случайно сотрудники ГИБДД уделяют этому вопросу столь пристальное внимание. В минувшем году на дорогах России погибло около двухсот несовершеннолетних граждан. Статистика ужасает и проводить профилактические работы – это задача номер один. Дети – это самое главное наше. Не только у нас, они позаботятся о их безопасности. Ну, проводим действительно беседу, кому-то выписываем штрафы административные. Сейчас за нарушение правила перевозки ребенка придется заплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Многие несознательные родители готовы платить его снова и снова, лишь бы не утруждать себя, усаживать свое чадо в специальное кресло. ГИБДД Ленинского района будет на постоянной основе проводить профилактические мероприятия, такие как сегодня. Это связано с профилактикой детско-дорожно-транспортного травматизма. Мы, в свою очередь, будем принимать все необходимые меры для этого. Работать с пешеходами, работать в школах, в том числе и по детским креслам. Результаты рейда показали – законопослушных родителей все же больше. Это абсолютно правильный момент, чем занимается сегодня, да и всегда, Государственная инспекция по безопасности дорожного движения. Это вы делаете, люди правильное дело делают. И это надо контролировать в полном объеме и всегда. Но как бы сотрудники госавтоинспекции не старались предотвратить детский травматизм на дороге, безопасность малышей в руках их родителей. Поэтому так важно ответственно подходить к перевозке детей. Юлия Погосян, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, ВИНЭТВ. И в продолжении темы. В Московском региональном социально-экономическом институте прошло мероприятие по правилам дорожного движения. Так ребята начали отмечать День студентов. Они подготовили сценки, в которых рассказывалось о случаях на дороге. И многие встречаются в реальной жизни. Переходить недопустимо. Мы показываем дорожные ловушки. И разговаривать по телефону. Пользоваться каким-либо гаджетом. Телефон, планшет и так далее. Студенты со всей ответственностью подошли к этому заданию. В тот день их творчество увидели не только другие ребята, но и сотрудники госавтоинспекции. А в нашей студии сегодня студенты Московского регионально-социально-экономического института Аня Рябова и Марик Палли. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Я знаю, что недавно в вашем институте прошла встреча, которая была посвящена правилам дорожного движения. Как вы считаете, почему подобные мероприятия следует проводить не только среди школьников и дошкольников? Потому что такие случаи бывают не только с школьниками, а с людьми любого возраста. И мы считаем, что должны знать все, потому что безопасность – это прежде всего. А как часто проходят подобные мероприятия? Это мероприятие уже проходит второй год. И я считаю, что они должны проходить намного чаще. И флешмоб притормози очень сильно повлиял на водителя, когда мы вышли на дорогу. И они начали останавливаться дальше перед пешеходами. А можете поподробнее рассказать об этом флешмобе? В флешмоб входили 12 человек, которые вышли со светоотражающими лентами на дорогу возле института, где расположена зебра. Из этих светоотражающих лент было написано слово «притормози». И водители останавливались перед пешеходами. В связи с этим флешмобом. Возвращаясь ко встречам, что конкретно вы для себя узнали на этих собраниях? Мы узнали много нового, интересного, которое дало нам знать, что, переходя дорогу, надо внимательнее быть, убедиться о том, что тебя пропускает либо дорога свободно, и потом уже переходить дорогу на зеленый свет. Возможно, в будущем это очень сильно пригодится людям, которые будут сдавать на водительское удостоверение. Спасибо за интересную беседу. Надеюсь, что в жизни вы обезопасите себя от дорожных происшествий.